Я просто хочу поделиться с вами своим путем, своей историей. Может, кому-то что-то будет созвучно, полезно. То есть, почему я вообще выбрала эту компанию. Поэтому, конечно, начну немножко с себя. Путь мой был, ну, как сказать, я была и наемным работником в свое время. Я была в некоторых сетевых компаниях. Недолго, но три компании у меня было. То есть, опыт у меня был. И я, конечно, вела последние 8 лет свой линейный бизнес. И произошла такая ситуация. Я вообще родом из Воронежа. Воронеж, привет! Я не знаю, где вы. 28 лет я живу в Латвии. Ну, все банально. Вышла замуж и живу в Латвии 28 лет. Ну, конечно, я душой в Воронеже всегда. Ну, и в Латвии, да. Поэтому, как бы, откуда, я не знаю. И откуда, и откуда. Поэтому у нас весной. Меня мама, папа умер. Где-то в конце апреля. У мамы такое случилось несчастье. Она у меня одна. Горел дом, да. Полностью сгорела крыша. Ну, короче, что не сгорело, то залили. И нам пришлось закрыть свой бизнес. И поехала я его помогать восстанавливать, да. И, конечно, мы все восстановили, все сделали. Все это стресс и морально, и материально. Все как бы очень было сложно. И вы знаете, когда я вернулась в Ригу, это было средина лета, я села и подумала. Светлана, чем же ты хочешь заниматься? Я могла опять открыть свой бизнес, да, у нас и франшиза, и все это, ну, осень. Думаю, осенью. Ну, я села, вы знаете, и начала писать, что же я хочу делать. Да, вообще, какую жизнь я хочу для себя. Потому что, вот поднимите руки, кто вел собственный бизнес и ведет, вот, ну, зал бизнесмен. Поймут, о чем я тоже говорю. Конечно, вечное внутри вот это напряжение, вечно будет, не будет. Понимаете, хватит того дохода, останется ли тот доход, чтобы заплатить аренду, заплатить зарплаты, заплатить налоги. У нас в Латвии они очень высокие, да, поэтому, вы знаете, иногда бывали такие моменты, что не спишь 24 часа в сутки. Потому что, когда подходит конец месяца, ну, очень, как бы, такой стресс. Хорошо, когда все хорошо. И постоянное такое напряжение, я от него устала. И вы знаете, когда я закрыла бизнес, как-то стало даже мне легче, например. Думаю, боже, я хотя бы спать начала. Несмотря на то, что горел этот дом, несмотря на то, что, в принципе, я осталась ни с чем, можно сказать. И я, знаете, думала, думала, думаю, как же я вообще вижу свою жизнь и хочу, чтобы она у меня проходила. Вот как я вижу каждый свой день. Вы знаете, я села где-то в середине лета, взяла листок и начала писать. Как я вижу свой день. Где я хочу быть через год. Где я хочу быть через два. Что вообще я хочу от жизни. Вы знаете, как-то не сильно легко мне это даже было делать. Я начала, как я хочу просыпаться. До скольки я хочу. Я вообще ленивая, да? Я люблю проснуться, поваляться. Я не люблю вскакивать там 6-7 утра. Я тоже это начала писать. Я, знаете, очень люблю путешествовать. Кто любит путешествовать? Все. Нет, таких кто не любит. Вы знаете, я просто вот путешествую, я кайфую. У меня мечта путешествовать, но не менее 4-х раз в год. Но опять же, как путешествовать? Какое качество будет моего путешествия? С кем я хочу путешествовать? Конечно, для меня я такой социальный человек, да? Я очень люблю общаться с людьми. И для меня очень важно, с кем я буду путешествовать. Ну, с семьей, с мужем. Хотя дети у меня, муж, двое взрослых детей. Это понятно, да? Но вы знаете, мне важно путешествовать с командой единомышленников. Есть такие вот... Действительно, кому кайфово путешествовать с командой единомышленников? Я стала писать, какого качества я хочу путешествовать. Понимаете, знаете, я хочу взять кредитную карту, а не чемодан вот такой вещей. Поехать. Зачем кредитную? Еще, чтобы мне нравиться. В той стране, в которой мне нравится. И остаться я хочу в той стране не на неделю, как туроператор мне предлагает. Я, может, хочу две недели погулять. Я, может, хочу насладиться этой страной, не знаю, месяц. То есть я это все начала писать, да? Потом. Какой доход я хочу, да? Я деньги умею зарабатывать. Не скажу, что миллионы, не скажу, что большие. Ну, как бы, сильных проблем с зарабатыванием, ну, не было так какого. Думаю, нет. Я всегда стремилась и хотела остаточный доход, да? То есть пассивный доход. Для меня очень важно. Почему? Потому что, смотрите, работая на работе, ну, понятно, я отработала, получила, не работаю, не получаю. Свой бизнес тоже, смотрите, вела 8 лет бизнеса. Сколько времени, сколько сил. Вы знаете, мы открывали, когда бизнес, мы вложили, ну, так да ладно, ну, сейчас я в евро скажу, 50 тысяч евро, да? Большие деньги, как вы думаете? Хорошо. Вы знаете, их еще где-то найти было. Мы одолжили у кого можно, да? Конечно, мы за год отдали эти деньги. Ну, вы знаете, и вот в тот момент меня бизнес свой научил, наверное, той уверенности, той непоколебимости, что оно получится. Вы понимаете, когда ты должен 50 тысяч евро, у тебя даже не возникает мысли, что у тебя это может делать не получится. Просто у меня вариантов никаких не было. Я брала и делала. Понимаете? Где так, где не так. Училась на своих ошибках, планировала, рассчитывала. Я знала каждый день, сколько денег мне должно прийти в кассу, чтобы в конце месяца не за все заплатить, и чтобы что-то отдать за это, и чтобы еще что-то мне оставалось. Да, поэтому, ну, вы знаете, это действительно такой вот, ну, хорошую школу я тоже прошла, и я, да, я планировала 20 тысяч евро оборотов, да, каждый день, каждый месяц, каждую неделю. Поэтому я написала, что я хочу, где я себя вижу через 5 лет, какой доход я хочу, я действительно хочу пассивный доход, как я хочу путешествовать. И потом взяла второй лист и начала писать, вообще, вот какими инструментами я могу достигнуть тех целей, которые я написала. Я начала, как бы, пишу, ну, наемная работа. Как вы думаете, можно достигнуть таких целей? Нет, конечно, сразу вычеркну. Да, для меня это не время. Потом я написала, ну, опять открыть тот же бизнес, да, собственно. Вы знаете, я прям писала, и прям у меня аж вот этот вот напрях, аж внутри все сжималось. Я думаю, ну, я тоже не хочу. Я не хочу, понимаете? У меня нет вот этого внутреннего больше такого настроя, сил, чтобы опять, ну, начать вот это делать. Тоже отняла. И, конечно, я тоже была не в одной, ну, как бы, сетевой компанией. Я изучала маркетинги. И я тоже начала писать, компания должна вот именно для меня отвечать каким требованиям. Да, вот, в общем-то, какая должна быть компания, чтобы с помощью этой компании осуществить свои цели и мечты, которые я написала на первом листке. И вы знаете, я начала писать, на самом деле. Я написала, для меня очень важен международный бизнес, потому что мы живем в Латвии, и, конечно, бизнес по Прибалтике, учитывая, какое количество населения в Прибалтике, да, ну, сами понимаете, сильно много кашляешь, да. И у меня были компании, когда лицензия одной страны, лицензия другой страны, лицензия третьей страны, ну, меня это вообще вариант не устраивает. Я такие компании отметаю. И знаете, интересно, когда я свой бизнес закрыла, у меня уже много знакомых, у меня уже много тоже партнеров было, когда, ну, параллельно мы вели бизнесы, они по каким-то причинам тоже ушли. И они мне начали предлагать, да, кто-то тоже где-то в сетевых компаниях. И, конечно, я начала собирать информацию. И когда мне мои знакомые, подруги, там, задавали вопрос, Свет, что ты делаешь? Ты сидишь дома, лето, чем ты занимаешься? Говорю, ребят, я думаю, отдыхаю и собираю информацию, на самом деле. Меня приглашали на маркетинги, на, ну, какие-то встречи различных компаний. Ну, вы знаете, когда человек говорит, ну, вот, там, на Прибалтику, на Латвию, я говорю, спасибо. Ну, классная компания, вообще, все сетевые компании, я не хочу ни заодно сказать, плохая она или хорошая. Вся продукция качественная, но, понимаете, она должна тоже для меня отвечать определенным критериям, да, которые для меня важны, чтобы я могла осуществить свои цели. Поэтому компания, которая международная, да, для меня очень отзывается здесь, потому что, как не помню, кто сказал, 8 миллиардов человек, да, поэтому, конечно, это здорово, замечательно. Там, конечно, компания, которая очень развита логистика в компании, да, это очень важно, потому что мы тоже занимались закупками, занимались доставками, это очень проблематично, очень напрягает. И, конечно, компания, которая занимается, ой, вернее, развита хорошо логистика, это сразу большой-большой жирный плюс. Компания, которая долго на рынке, да, то есть уже какой-то и немалый опыт, это тоже очень важно. Не компания, которая месяц-два, непонятно, дневок много, да, вроде как, все хорошо, но нет, мне тоже такие компании не устраивались. И я так летом собирала информацию, потом я попала, вот уже сказала, Юрбалу меня пригласили на семинар семьи Рыцеборских, да, такой тоже двухдневный, замечательный семинар, очень теплая, дружеская атмосфера, обстановка. И я думаю, ну поеду я, ну послушаю, да, потому что, ну, как бы, вы знаете, меня, кстати, интересно, у нас в Риге коралл 20 лет, но меня никто никогда туда не приглашил, на самом деле, вот, понимаете, все как бы, никогда меня никто туда не пригласил. Поэтому у меня вот Наталья Борисова, она моя родственница, поможет, да, она говорит, поехали, поехали, ты послушаешь, посмотришь, и думаю, да ладно, потусуюсь заодно, послушаю вообще, что там за маркетинг, что там за люди. Вы знаете, для меня важно, какие люди в команде, важно кому-то, какие люди вообще в команде, да, потому что я тоже, ну как, если мне люди не нравятся, ну я не пойду с ними, на самом деле, да, поэтому думаю, поеду я посмотрю, 2-3 дня, и вы знаете, когда я уже сидела в таком, ну не в таком большом, поменьше событий, но не важно, и мне очень интересно были возможности этой компании, возможности бизнеса с этой компанией. Я как бы слушала, знаете, такие два уха, и как только первое такое, что это компания международная, вот с этого момента я начала слушать. Ага, думаю, так, я сразу, у меня так, у меня Воронеж, ага, я училась, там росла, Россия, Украина, у меня там еще знаком, у меня там еще, думаю, супер, ну что себе, сколько можно вообще сделать, на самом деле. Да, и, конечно, сам маркетинг план здесь, конечно, мне кажется, гениально, уникально выстроен, да, когда вот и простой, и, ну, я даже не знаю, что сказать, поэтому, конечно, во-первых, компания тоже 20 лет на рынке. Важно не один месяц, правда? Да, не три месяца, 20 лет. Я увидела тех успешных людей, которые действительно достигли результатов с этой, вот месяц этой компании, и я с ними познакомилась лично, потому что, вы знаете, когда мне что-то там говорят, ну, я, конечно, может, и верю, но пока я сама не убеждаюсь, я как бы не сильно доверяла. Я увидела этих людей лично, ну, я смотрю, какие-то с коронами они такие ходят все, красивые коронами, так коронами, прям, камни, прям, такие, думаю, наверное, какой-то статус большой у них, раз такая корона у них здесь на груди, да, потом я поняла, кто это такие, конечно, да, мастерами они их зовут, мастер, вот, супер, действительно, все умеет, все знает, классно, вот, и, конечно, тоже, вот, познакомилась с этими людьми, да, послушала. Компания, которая, вы знаете, делает, вот, 80% работы за меня. Согласны? Логистика развита, вообще, логистика, вообще, ну, офигеть просто, супер, да, и в разных странах, есть офис, нет, есть доставка, все в странице, все в интернете, возможности, вообще ничего делать практически не надо, да, логистика, вообще, супер развита. Продукт качественный, я попробовала, но, знаете, у меня опыт с продуктом тоже был, взяла я этот детокс, 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 детокс плюс я взяла, начала пить, все говорят, у тебя столько какой-то энергии, тебе будет так классно. Я начала пить, меня как начала колбасить, меня как начала тошнить, мне как начала, думаю, ну, нифига себе, классно, кому, я не знаю, вы знаете, у меня прям полоскало, можно сказать. У меня проблема в печени, да, аденома случайно обнаруженная, ну, проблема. У меня сахар был, поднимался, да, как бы уже и на фоне стресса, ну, вообще уже 7,3 доходил. И мне как плохо стало, думаю, боже, ладно, что же мне так плохо. Ну, правда, 2 недели было у меня, профессора, по тому, как мы звонили, мы общались, и Рыцеборские звонили, и Галина, и все. Поэтому, ну, как бы, потом мне стало лучше, потом у меня появилась энергия. То есть я поняла, продукт работает, раз меня начало так колбасить на самом деле. Или продукт классный, думаю, с этим продуктом можно делать бизнес, на самом деле, да. Поэтому, конечно, для меня тоже очень важны моменты. И, конечно, пассивный доход. Вы знаете, я всю жизнь тревлюсь к пассивному доходу. Потому что пассивный доход, он дает, ну, для меня спокойно и стабильно жить. И я подумала, если бы я потратила 8 лет в компании Коралл Клаб, ну, мне кажется, уж я точно какой-нибудь пассивный доход заработала. Да? И я уверена, что так и будет. Поэтому, конечно, я послушала. Мне компания подошла по всем моим критериям. Продукт суперски замечательный. Все так красиво. Еще мне, знаете, понравилось, что деньги выбирать не продукции. Потому что многие компании, что предлагают сетевые, кто сталкивался. Ну, ты заработала, получи товаром. А потом, куда хочешь, его туда и реализуй. Пускай со скидкой. Пускай со скидкой 50%. Ну, дорогие мои, не могу я столько реализовать, да, этого продукта. Меня вообще такие компании не интересуют. Да, поэтому, конечно, я все послушала, мне все понравилось. Но я думаю, говорите, говорите. Дай-ка я проверю вообще. Так ли это работает? Платят ли деньги? Сколько платят? И так далее. Ну, в соответствии маркетинг платят. И я последнюю неделю сентября, как я говорю, Машеньке, вышла в люди. Да, я сделала... Можно мне досочку, пожалуйста, мальчики, сюда? Поближе, мне там далеко. Я последнюю неделю сентября сделала 900 баллов. Да, думаю, нормально. 500 баллов. Спасибо большое. Я попишу, ладно? Разрешили, наверное. Микрофон. А, микрофон разрешили, наверное, пописать. Не знаю. Не ответил никто, но попишу все равно. 500 баллов. И выше. Что нам компания сколько возвращает процентов? 22. Ой, молодцы. 25 процентов. Статус директора. Я сделала 900 баллов. А 750 баллов, это еще и экстра бонус 50 у Е. Правильно? Да. И примерно... Ну, не примерно. Вы знаете, я каждый чек помню. Я в бизнесе 4 месяца. Да? Считайте. Октябрь, ноябрь, декабрь и январь. Ну, а последняя неделя сентября. У меня чек. У нас чек в евро. Да? Сразу переведен. Поэтому я чеки в евро помню. Можно я напишу в евро? Можно переводить, да? У меня был чек в 234 евро. 232 и 234 евро. Спасибо. 234 евро. Я думаю, ну нифига себе. Классно. Деньги я не вкладывала. Вообще ни копейки. Вообще ни копейки не вложила. Только что купила детокс плюс себе. От которого меня колхасило. Ладно. Вот. Думаю, ничего себе. Чек пришел. Пришла. В офис. Думаю, я не буду товар выбирать. Я сейчас возьму деньги. Я посмотрю, дадут мне деньги или нет. И пойду на них куплю. Я так, Маш, ну правда же? Я пошла в бухгалтерию. Выбрала чек с деньгами. Деньги мне дали в конвертике. Да? И на самом деле, да, то есть маркетинг. Я вообще что проверяла? Работает ли маркетинг и выплачивают ли? Нет. Для меня это было важно. Сестрее. Хорошо. Следующий месяц я за три недели открыла золотого директора. Это был октябрь. Я серебряный перемахнула. Да, у меня появились партнеры. Я серебряного директора перемахнула. Я открыла золотого директора. И чек у меня уже был 364 евро. Вы знаете, у меня цель по маркетингу каждый месяц увеличивать доход на 100-150-200 евро. И одного партнера в ширину и одного партнера в глубину. Ну, это вот на первом этапе. И у меня такая косыночка фирменная, которую я придерживаю в бизнесе, потому что ширина – это деньги, глубина – это стабильность. И, конечно, когда человек свои деньги получает, мой партнер, да, я вообще… у меня вообще команда просто супер. Я просто счастлива, что такие люди притянулись вообще в мою команду. И вы знаете, я первым делом стараюсь, чтобы человек увидел первый чек с экстра-бонусом. Какие-то деньги, когда он видит деньги, у него сразу включаются мозги, простите за уважение. Поэтому я стараюсь и клиенты, потому что здесь деньги – это примерно 25%, здесь стабильность. Поэтому я стараюсь придерживаться этому каждый месяц. Ноябрь я… золотого я не закрывала, я открыла изумрудного в ноябре. В декабре я его закрыла изумрудного. И в январе я открыла бриллиантный дверь. Вы знаете, я не знаю, быстро или медленно. Хорошо это или плохо. Для меня вообще Коралловый клуб – это вообще шикарнейший инструмент для достижения моих целей. Он действительно работает, здесь действительно классно платят, здесь действительно классные, замечательные, вообще супернаставники. Поэтому, конечно, с такой компанией можно делать бизнес. Я думаю, что я обязательно выйду на пассивный доход. Моя цель – быстрее выйти на пассивный доход, 10 тысяч евро ежемесячно, не напрягать. И вы знаете, еще очень важно быть в потоке этого дела, наслаждаться, кайфовать. Вы знаете, я кайфую. Отчего я кайфую в конце месяца? Не от того, что я закрыла или не закрыла. Я кайфую от того, что мне аренды не надо платить, что мне зарплаты не надо платить. Что я наслаждаюсь бизнесом, я наслаждаюсь вот этим движением, этим делом. Вы знаете, получилось, закрыла сделку, не закрыла. Бывает и такое. Я проанализировала, думаю, о, молодец, ну глаза там у человека загорелись, это супер. Ну не закрыла, закрою в следующий раз. Вы знаете, вот в потоке этим делом я кайфую на самом деле. Я кайфую от этого дела. Я наслаждаюсь. Конечно, мне еще знаний надо и умений много надо, но все равно, если это делать, и знаний, и умений. Вы знаете, мы такие практики все. Не теоретики, а практики. Поэтому, конечно, вам тоже желаю, чтобы ваши мечты сбывались, а цели осуществлялись. Будьте в потоке этого дела. Наслаждаю.